Готовность какая? Готовность. Первый есть? Высокая. Высокая готовность. Джей, повторишь? Я не успел. Давай, поехали. Ты эту ночь что, спал? Что случилось? Нет, я нервничал. А не тупо. Хэппи бёздэй! Чарли, смотрите, Чарли вернулся. Ты два раза сыграл. Нормально. Я изгланирую лучше, посол. Сюда иди. Сюда иди. Сюда иди. Сюда иди. Я дождусь. Сюда иди. Сюда иди. Сюда иди. Иди? С шьем из коней. Кручение Супер-130. Раскачанные бёдра. Друзья, вы заскучились? Я точно. Мы продолжаем. Это Локал Лок, номер 7. Начинается у нас выпуск с поздравлений Дениса Викторовича Клюева, тренера Казанки. С днём рождения. Событие не рядовое. Подверждаю. В связи с этим у нас серьёзный инструктаж. Фотография. И, собственно, всё, поехали на тренировку. Жень, повторишь? Я не успел. Нет. Здоровья. Нервов крепких. С нами, да. После Мурома особенно, да? Ну да. Или там поле... Поле плохое. В смысле поле плохое? Это не поле, да? Поле, не поле. И на шибёнках играли, ё-мая. Мне всё равно какое поле. После Мурома? Да, излишки. Асфальта. На теннисном корте играли люди. Ольга Бузова поет. Оправдания, твои глупые. Это что-то новенькое, да? Ты, походу, садишь за ней. Ну, хит её, да. А это новая? Да, нет. Ну, одна из новых. Легенда Казанки. Ваня Лапшок. Красивая форма, Ваня. Спасибо. Готовность какая? Первая есть. Высокая. Высокая готовность. Так, чего у тебя с шеей идут? На сборах, в тренажёрке. На травку, что ли, лежала? С поворотом. Ага. Я когда в базе жил, с айпадом вот так лежал, а у меня локти болели. Вот так лежал. Вот они, травмы футболистов. Я знаю, такая есть без телефона штука, знаешь? Его правая рука в откачивании. Для чего мы собрались здесь сегодня? Это прям эфир? Да. Поздравились с главного тренера клуба Казанка, Денисом Тричеклюева. С днём рождения. 44 года. Ему исполняется. И желаем ему ещё столько же лет в Казанке. Ну, нет, может быть, в локомотеке, где он пожилает. Может, в реале. А сколько тебе исполняется? 20. Блин, ну, 20 — это солидно, конечно. А, двоцаточка — это клад. Да, да. А что тебе написано? Туда пасса. В итальянске. Да, у Немара такая же. Что это? Живи кайфуй. Всё, проходит. Чтоб меня так снюхой поздравляли. Заслужи! Стань легендой Казанки. Говорят, терпи, всё будет. Так что, нормально. Тут специальный человек из-за того, чтобы прыгать. А ну-ка. О! Вот это лучше, да? Эта ночь что, спал? Получилось? Нет, не нервничать. Пошло, ребят! А не туфли. Эппи бьёздей! Цуй! Всё? Тихо, тихо! Это ещё не всё. Поздравление! Вот это да! Мы это за убеждением. Поэтому в пятницу мы сделаем все, что в наших силах, чтобы победить. Так как галстук, мы не покупали. Субтитры создавал DimaTorzok Твоя жена говорит французский, английский, дедский, фортюгийский. Спанец. И арабский. И арабский? И ты? Да. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Она победила 6 до 5. Да, она победила. Какая компания, которая бы лучше регистрирует? Я понял. Компания для интернета безлимитного интернета. Мы пытаемся решить проблему безлимитного интернета для Эдера и его супруги. Это больше всего. Да. У нас в хорошем месте. Я очень счастлив. Хорошо. Удачи. Спасибо. Увидимся в Кемпингаген. Спасибо. Удачи. 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 Благодарен. Кому он мне благодарен? Мне. Я про сборную, про тренера. Чего ты ему не благодарен хочешь сказать? Тренер? Да. А, ну а что ты такой? Не перебивают меня? Капитан? Подожди, ну конечно. Сейчас я тебя спрашиваю, подожди секунду. Сюда иди. Сюда иди. Я дождусь. Расскажи, ты братьям помогал, братьям помогал. Да, вот они пусть расскажут про это. Ах, король. Серьезно, расскажи. Ну просто, у нас тема просто, как съездил в сборную. Вот просто двух славок. С кем играл? Кормонный топ. Вот, расскажи людям. Галя с Динамо, выиграли 3-0, я забил взор. Как забил? Гараса был капитаном. Как забил? С удара. С лету, да? Да. Как я отмечал? Я же, нет, я спал. С дебютом, с дебютом. Реально, как приняли ребята? Проще было, что состав был много новичков? Топ, проходи. Да, мне кажется, это нормально было. Расскажи, как брата приняли? Браты. Каково с братом теперь в сборной? Не только в Локомотиве, но и в сборной. Отлично. Я понимаю, что вы там мечтали, когда маленькими были, но когда вот впервые подумали, что такое возможно действительно? Ну, осталось теперь на чемпионат мира поехать вместе, и вообще было бы то. Что коуч сказал? Ну, так как ты отдельно хвалил? Отдельно, нет. Команду сказал с победой, но есть над чем работать, естественно. Но ты почувствовал, что есть шансы дальше вызываться? Ну, всегда есть шансы, конечно. Главное играть, работать можно. Короче, эмоции положительные, да? Короче, не усты сбывается. Это не наш слоган. Спасибо, ребят. С Романа не повезло, а вот с датчанами, конечно, плохо-плохо сыграли, и датчанами, да, действительно, они физически сильные, ребят, крепкие, особенно вверху, когда наше играть вверху, уже у нас большие проблемы возникли. Сергей Сарманович, я у ребят спрашиваю, каково перестроиться, но у них все понятно. И говорят, тут играешь футбол, там играешь футбол, а у вас все-таки в голове, там один состав, одна схема, здесь все другое, вам как перестраиваться, к тренеру? Потому что, на самом деле, редко прямо сейчас в мировом футболе. Ну, я думаю, ничего страшного нет тут, в принципе, просто переключаемся на тех ребят, которые у нас есть в обойме. Я думаю, как-то нормально так. Все хорошо, а одно и кто сыграли ничью? Это же нехорошо. Ну, то, что сыграли ничью, да, это плохо. Мне спагетти, может, пожалуйста? Играл на позиции правого защитника, да? Да. Привычный, непривычный? Латоральный, что-то. Во, а у нас есть такая позиция при нашей схеме? Да, вот. Я теперь конкурентоспособный, даже и на правой бровке, где играет Боря Ротенберг, Владислав Игнатьев. Поэтому я никого не боюсь. У нас тема, кто как сыграл за сборную. Ты два раза сыграл, нормально сыграл, два раза ничья. Ну, не победа, но... Ну, мы в Англию играли, но не получилось. Ну, самое главное, что мы проиграли. Да, ты хорошо сыграл, в том числе с Ирландией, и это на фоне слуха, потому что в Англии тебя хотят. Ну, я не знаю об этом ничего. Я пока здесь, в Агамате. В смысле, пока? Пока это... У меня контракт есть. Нет, еще надо. Это мой команда. Все, брат, вот хорошо. Ты за сборную сыграл один раз? Да. И выиграли 3-0? Да, ну, у нас две игры было. Первую игру, к сожалению, я не играл. Мы проиграли 4-0. Потому что ты не играл? Ну, не знаю, какая причина, но... И потом тебя в состав поставили? Да, потом против Казахстана, в том день, когда я уже 90 минут сыграл, и мы выиграли 3-0. Ну, мы на первом месте идем, и... Две игры остались, еще Армения, мы выездим через месяц. Потом Черногора, Долма, и надеемся, что мы на первом месте останем до Казахстана. С нами Влад Игнатьев, один из четырех наших сборников, сыграв за главную сборную страны. Это круто. Влад, ты доволен, что наконец-то увидели твои способности сыграть на фланге, на всем фланге? Да, конечно, я доволен. Спасибо, что выделили мне время. Там, не важно, 5-10-20 минут, все равно, это для меня большое счастье, большое событие. Тем более, мы выиграли, поэтому с хорошим стремлением завершили этот сбор. С тренером какие-то были разговоры индивидуальные? Или так, он всех поблагодарил, и все, и разошлись? Да, у меня были индивидуальные разговоры, но это останется между нами. А вот и обещанный бонус. Артем Галаджан, Аршак Карен перевернули игру в матче с Рубином. Михаил Усов, который переворачивал первые три игры. И теперь ребята подумали, что все, успех. И заехали померить костюмчики. Тем, расскажи, вот как называется вот этот фасон? Это хороший фасон, модный называется. Аршак, ты как? Ты что грустишь? Я просто переворачивал. Нет, солидный, солидный. Ну, наш шортинг, конечно, сажал, чьи-то ничего. Нет, прокладки еще, ой, не прокладкнул. Ну, подожди. Броня. Ага. Ты солидный выглядишь. Тебе еще Томпсоны, как из 30-х. Вот снимите вариант, вот как будет. Вот сейчас вот, прямо так сверху вниз проведите. А цветовая гамма та же? Да, 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 все один в один. Будет у вас пальто зеленое, зеленый галстук будет. Внутри красный платочек, здесь. Ничего себе. Если без пальто, да, и... Пальто зимний вариант, да? Да, да, да. Ну, осень, зима, весна. Здесь будет персональная надпись у каждого. Своя там, headmate for... Артем Голоджан. Да, Артем. Почему ты не смотришь локовлог? Да смотрю, там иногда будет муть. Там, где я, там уже не муть, так что... Мы шьем из ткани кручения Супер-130. Это оптимальная шерсть для носки. То есть, она будет очень долго носиться. А галстуки не такие обрубленные, как у Реала? Нет, нет, нет. Там будут очень крутые галстуки. Там какие-то страны, вот у Зидана был. Да, да, да. Это специальные такие... Причем они коротко все завязаны были. То есть, неправильно. Неправильно. Да, то есть, это не проконтролирование. Ну, на таком уровне надо... Стыд. Ну, может быть, да. Не надо разделять. Не надо. Успех складывается из мелочей. Конечно. Мелочей. То есть, они выиграли? Мелочей. Они не выиграли. Ну, если бы костюмы были нормально шиты, еще там тесно не было бы. Манчестер вышел без... Они в спортивках. Так, мешки. И все. И Маурини сказал. Другой уровень. Шел третий час. Как ты начал отвлекать всех людей сюда? Ну, конечно. Ты так же в такой же позе сидел, когда я не приехал? Нет. Только здесь? Распространенная проблема у ребят какая? Раскачанные бедра. Такие вот у нас проблемы. И очень узкие талии. И очень узкие талии? Да. Ашак, ты знал, что это проблемы? Да. Джинсы же покупал себе когда-то. А мерки вообще долго снимаются? Да, да. А минут 30. Ну, вот как вот... У меня есть 30 минут. Ну, давайте. Все, друзья, пошел. Вдруг перепадет костюмчик. Субтитры сделал DimaTorzok